В конце XVIII века на правобережье Украины посреди степно безмолвной пустоши появился чудесный сад с водопадами и фонтанами, озерами и доселе невиданной чужеземной растительностью. Настоящий английский пейзажный парк во всех его проявлениях еще называли островком античной культуры и европейским оазисом в пределах Украины, более того, в пределах Умани. Сегодня, спустя более 200 лет, теперь уже национальный дендропарк Софиевка все так же является собой образец садово-паркового искусства. Софиевка Софиевка – прекрасное творение природы и человека. Она очаровывает красотой в любое время года, но больше всего ей к лицу осень. В эту пору парк отличается особой задумчивостью и умиротворенностью. Страсти утихают, и все вокруг охватывает и легкая грусть. Золотисто-багряный наряд деревьев, шуршание опавших листьев под ногами и молчаливый покой водоемов вдохновляет на размышления о прошлом этого удивительного природного уголка. Вдруг на тенистую аллею выкатывает роскошная карета, запряженная парой лошадей. Из кареты, соблюдая ритуалы этикета, вышли граф Потоцкий и его очаровательная София. Величавая пара тихо и горделиво прошла по аллее парка, остановилась на мосту, вглядываясь вдаль Елисейских полей. В 1795 году, прогуливаясь со своей будущей женой по окрестностям Умани, граф Потоцкий задумал создать парк, который напоминал бы Софии, горы и леса, чистые озера и стремительные водопады, покинутые Греции. Покрытая холмами местность со своими многочисленными гранитными валунами вдоль реки Каменке оказалась вполне подходящей. Такой рельеф в северной части города живописно вписались озера, каскады водопадов, пруды и фонтаны. Два бога извечно царили в саду. Вода, без которой нет жизни, и гранит. Гранит, что дарит покой. Людвиг Мецель гениально решил проблему обеспечения водой гидротехнических сооружений и водоемов. По руслу реки Каменке вырыли четыре пруда, которые стали базовыми хранилищами водного ресурса парка. Нижний, верхний и красный находятся на территории парка, а Войтовский расположен за его пределами в соседнем селе Родниковка. Речушка Каменка дает жизнь всем гидротехническим сооружениям в этом парке. С этого все и начиналось. Зодчий парка Людвиг Кристиан Мецель устраивал пруды в граните, вырубались чаши. Нижнее озеро чуть-чуть больше гектара, верхнее почти 9 гектар. За пределами парка есть огромный резервуар, 17-гектарный пруд, третий пруд, или Красноставский. Вот оттуда воду подают именно на верхний пруд, и тогда уже по четырем направлениям с верхнего пруда вода идет по всему саду. По подземному царству Аида, на семиструйку, на фонтан, на фонтанчик в фазаннике, и вот сюда на большой водопад. То есть вот гидросистема очень сложная, с разными очень интересными устройствами. Была даже продумана система очистки воды, установлены фильтры. Уникальная гидросистема Софиевки работала без насосов. Фонтаны приводят в действие за счет давления воды в верхних прудах без дополнительной подкачки. Даже извержение 16-метровой струи фонтаном змея происходит без всякой механики. Под землей с верхнего пруда идет подземная чугунная труба, 300 метров. Она соединяет два сосуда, расположенных на разных уровнях, что лежит в принципе действие нашего фонтана змея. Никакого мотора, никакой подкачки. Очень распространенный закон сообщенных сосудов, размещенных на разных уровнях, лежит в принципе действие фонтана. Изначально фонтан был оформлен грудой камней. Со временем на пьедестале появилась скульптурная композиция в виде огромной змеи, спасти которой по сей день бьет удивительный фонтан. Дополнять водные объекты скульптурами, архитектурными формами в стиле Софиевки. Как правило, эти композиции наполнены смыслом. Мраморная статуя купальщицы, скрытая запеленной воды в гроте Венера, напоминает, как ранима и хрупка может быть любовь. Она то появляется, то становится невидимой за, казалось бы, прозрачным водным потоком. Вот один из самых замечательных объектов парка – грот Венеры. Действительно, он настолько привлекательный, настолько он красив. За Венерой когда-то стояла лавочка полукругом. Вы могли зайти туда, и за лавочкой был специальный винтель. Вы могли регулировать подачу воды. То есть, если захотите уединиться, садитесь на эту лавочку, и ни вас, ни Венеры не видно. Вот такой секрет. Вырубленный в плотине верхнего озера грот Венеры напоминает античный храм, сверху украшенный витражами. Колонны вырубались из ближайшего грота Калипса. Шум и умиротворяющий вид падающих потоков воды, прохлада и уют под тенью деревьев вызывают очевидное желание задержаться. Привлекательность Елисейских полей неизменна. За мной как раз Елисейские поля, на этих Елисейских полях, как правило, накрывали столы. Четыре раза в день подавали устриц во льду. И вот, налюбовавшись красотами сада, гости еще здесь, да, трапезы. Трапезы вот такие. Устрицы привозили из Средиземноморья, по морю до Одессы, дальше везли во льду сюда. Самая громкая часть парка – Амстердамский шлюз. Он был необходим, чтобы регулировать уровень подземной реки и подачу воды во всем парке. Здесь же у шлюза желающие могут отправиться в путешествие по волнам подземной реки Ахеронт. Из греческой мифологии известно, что по этой реке мрачный перевозчик Харон переправляет души умерших в подземное царство Аида. Согласно древнегреческой мифологии, все, что начинается, все заканчивается. Закончился мир живых, мир Айкумены. И путник попадает в царство сумерек печальных, подземное царство Аида. И дню здесь места нет. Неужели должен ты забыть про солнце, свет? Сложно представить, каких стоило трудов зодчим парка, чтобы прожить канал длиной почти четверть километра и шириной около трех метров. Освещается он дневным светом, который попадает через люки. Их четыре, как и времен года. Здесь есть аллегория времен года. Четыре люка. Четыре времени года. Мы проплыли весну, плывем к лету. За ним следует осень и зима. Подземное царство Аида. И дню здесь места нет. Неужели должен ты забыть про солнце, свет? Уже ли живым ты будешь в царстве мертвых погребен? Молча не леденящим душу. Везет тебя Харот. Но и ему, подземному царству, тоже придет конец. И мы выплывем снова на Айкумену. Увидим солнце, небо. Покидая царство тьмы, путник продолжает плавание по глади мертвого озера. Такое прозвище водоем получил благодаря своему уютному и тихому расположению. Здесь всегда штиль, а время будто останавливается в ожидании или забвении. Засаженное древними ясенями и кленами, мертвое озеро лишено какой-либо символики. Красивое, спокойное, по берегам, увитое диким виноградом, оно располагает к отдыху. Как и все здешние резервуары, мертвое озеро – часть гидротехнической системы парка. Его воды несутся по каменным ступенькам и падают с высоты большого водопада в реку Стикс. На правом берегу озера установлен люк, через который вода по специальному каналу попадает в фонтан Семиструйка. Семь тонких струй, свисающих подвесками хрустальных капель. Эта часть парка создателю представлялась как сцена античного театра. А по склону поднимается партерный амфитеатр. Стриженные газоны правильной формы, края которых украшают разнообразные сорта палеантовых роз, выполненные в регулярном или французском стиле. Во времена Потоцких здесь был парадный вход в парк. Кроме величия и любви, атмосфера парка пронизана едва уловимой грустью. Ведь в истории графа Потоцкого и Софии были и драматические периоды. Небольшой водопад «Три слезы» разделен на три части. Искрящийся под лучами солнца он оплакивает ушедших мир иной. Трое из восьми детей Потоцких умерли еще в юном возрасте. Ландшафт парка использован таким образом, что каждый последующий пруд открывается взору неожиданно из-за поворота за огромной скалой или с возвышающейся площадки. Так, огибая гранитные выходы острова Итака, вдруг оказываемся на берегу огромного нижнего пруда. Здесь он ассоциируется с Ионическим морем. Основание его вырублено в гранитной скале, а вода поступает из верхнего пруда через сеть озер и каналов. При этом пруд живет полноценной жизнью природного водоема, в котором водятся рыба и кормятся птицы. На водной глади и по берегам прудов парка находят приют постоянные жители, как правило, экзотических видов, и перелетные. Кряквы не изменяют этим местам, прилетают каждый год. Здесь они гнездятся, выводят малышей, выкармливают и готовятся к осеннему перелету. Птица не прилетает туда, где ей некомфортно. Ну, а здесь, несмотря на такую популярность нашего парка, на то, что его посещают тысячи туристов, тем не менее, мамы находят место, где свить гнездо, выводят малышей. И каждый год мы можем видеть роскошные выводки. Птицы устраиваются на гнездование даже при отсутствии густых зарослей рогоза или тростника. Между камнями и на берегу в расщелинах устраивают гнезда и высиживают потомство. А имея несколько дней от рода, малыши уже спускаются на воду. Лебединым семям гораздо сложнее продолжать свой род. Вот вы видите, тут небольшой домик, сделан специально для лебедей. Потому что лебеди у нас тоже пытаются размножаться, но лебедь – птица нервная. Публика любопытная. И вот когда люди пытаются заглядывать, а что же там происходит в этом домике, а самка в это время сидит на гнезде, она может испугаться, она может оттуда уйти. Несколько часов яички остыли, и птенчики, увы, не вылупятся. Но бывают годы, когда все-таки лебедята выводятся. Кроме привычных шипунов и кликунов с белоснежным оперением, к числу здешних обитателей присоединился удивительный черный лебедь экзотического австралийского вида. Гордая, грациозная птица в спор за лакомство вступать не станет. Держится обособленно даже с белокрылыми собратьями. Освоились на этих прудах и гуси-чежеземцы. А канадская казарка, горный гусь среднеазиатского вида и белый американский чувствуют себя как дома. Безместежно скользят по водной глади зеркальных прудов, а хрустальный звон водопадов заглушает шумный гомон птичьего базара. Артисты авансены, лесные пернатые, тонкими триллями продолжают разноголосую сиренаду Софиевки. Парка вечной любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова